Привет, друзья, с вами я, Тренер. Сегодняшнее видео, как и прошлое, будет из направления искусственного интеллекта. Какие нововведения произошли. Смотрел Livestream MidJourney, приложение, которое дает возможность создавать потрясающие фотографии. И они выпустили пятую версию MidJourney. Посмотрим, какие новые возможности есть. Скажу так, когда я смотрел, у меня просто челюсть, как в Tommy Jerry. Пока что пятая версия только для платных пользователей, потому что нехватка мощностей, как они сказали. И каждый раз, когда дело доходит до мощностей, у таких потрясающих проектов проблемы с мощностями. Я думаю так, будущее за децентрализованными мощностями. И поэтому у меня в портфеле долгое время уже есть Render Network и iExec. В платной версии MidJourney 5 входят следующие основные обновления. Первое – это резолюция фотографий. Оно уже довольно большое. Это хорошо, потому что периодически нужно было пользоваться другими приложениями для того, чтобы сделать upscale. А сейчас этой проблемы нет уже. Другое очень важное обновление – это качество объектов. Наверное, вы видели фотографии с MidJourney, когда у человека шесть пальцев на одном руке. Или, говоришь, сделай фотографию, в котором человек смеется, он смеется как монстр. Очень много зубов. Сейчас все это – количество зубов, количество пальцев. То есть, качество объекта, правильная структура объекта. Очень сильно доработано. Это очень нужно было. Далее, что мне очень понравилось – это микс изображений двух и фокус. На что акцентировать? Примерно такие. Можно взять две фотографии, скажем, женщина и стена. И сделать микс. Женщина перед стеной. Так вот, в прошлой версии, четвертой версии, были много ошибок. А в пятой версии таких ошибок нет. Другой фокус – камера. Например, у тебя изображение, в котором ты хочешь, чтобы голова была недалеко, а немного близко. Ты можешь уже сфокусировать объект, что увеличить или что уменьшить. Такая детальная уже обработка картины. Это делает вообще не черный профессиональным инструментом для создания фотографий. И еще две крутые функции добавили. Первое – создание инфографики с помощью контроля aspect ratio. Второе – сделать так, чтобы картина имела продолжение. Ты можешь копировать его, ставить рядом, и все это не будет нигде нарезки. Это для дизайнеров и создания миров, скажем, в играх, где у тебя нужно повторение. Для вот этих направлений MidJourney становится неповторимым помощником просто. И последнее. Огромная работа была сделана касательно промптов. Сейчас промпты можно писать уже как сценарий. Если в версии 4 мы часто, пользователи MidJourney, часто вставляли просто слова, стил, жанр, запятаемый. Сейчас же все это можно в сценарий ставить. И вот контекст для того, чтобы представить, что ты хочешь, чтобы он представил, результат намного. Несколько раз выше. Это основные обновления, которые делает MidJourney профессиональным инструментом. И это только версия 5. Сказали, что до августа выйдет версия 6. Интересно следить за какими мощностями они выберут, какое направление выберут. Потому что хотелось бы увидеть внедрение децентрализованных мощностей. Для меня будущее таких программ реально при использовании децентрализованных мощностей. Потому что рост на мощности все больше и больше будет расти. А централизованные решения, они просто дорого. Или же такие новые технологии должны видеть, что централизованные решения, прайс на это очень сильно упадет. Мощности в сотни раз вверх встут. Пока что я такие инновации не вижу. И для меня разумно использовать, например, iExec, который работает миллиард смартфонов. От каждого 1%. Никто не заметит, что у тебя используется 1% для рендеринга MidJourney. Но это миллиард смартфонов, миллиард 1%. То же самое с RenderNetwork. Посмотрим, какие возможности даст RenderNetwork в скором очень тесном партнерстве с NVIDIA. Часть про MidJourney версии 5 и децентрализованные мощности сказал. Последнее посмотрим на график Microsoft, акции которого я в прошлом видео сказал, что покупаю. И объяснил почему. На графике много не изменилось. Только то, что мы идем в том направлении, которое ожидалось. Спасибо большое. Увидимся. Продолжение следует...